Газпром катится в пропасть. Его рыночная стоимость упала ниже стоимости его дочерней компании. У Газпрома есть два бизнеса. У него есть газовый бизнес и у него есть Газпромнефть, который связан с нефтью. Вот видимо что-то из Газпрома нефти перекачивается, а по газовому бизнесу у них чистые убытки. Это конечно же отобразилось и на капитализации. Рейтерс сообщает о том, что стоимость Газпрома сейчас гораздо ниже, чем у его нефтяного подразделения Газпромнефть. Последнюю вытянуло повышение цен на нефть. Оценка всех акций Газпрома составляет 3 триллиона 922 миллиарда рублей, тогда как стоимость Газпромнефти выросла до 3 триллионов 998 миллиардов рублей. А ведь раньше несменный глава Газпрома и естественно ближайший соратник российского диктатора Алексей Миллер амбициозно заявлял, что Газпром выйдет на рыночную капитализацию в 1 триллион долларов. Выступал Миллер на конгрессе в Баку, наверное лет 10 назад, и говорил с большой уверенностью в голосе, что Газпром станет самой дорогой компанией мира, его капитализация превысит триллион долларов. Теперь, когда-то гигант российской газовой промышленности, который был вторым после нефтяных предприятий источником наполнения бюджета, сегодня Газпром вместо триллионной капитализации стоит на пороге триллионных убытков. Этого уже не скрывают даже в Российской Госдуме. В условиях резкого снижения выручки от экспорта, роста добычи газа, плюс дополнительная налоговая нагрузка, получается, что в данных условиях Газпром загоняют в убытки, которые достигнут в 2025 году порядка одного триллиона рублей с учетом обязательств по газификации и прочих вещей, заявил Завальный на заседании комитета Думы по бюджету и налогам. Триллион убытков буквально смертельный показатель для компании, считают российские экономисты. Как компания может жить при таких убытках, непонятно. По сути, Кремль собственными руками уничтожает Газпром, развязав кровавую войну против Украины и пытаясь давить на украинских союзников, перекрывая поставки газа. И даже если не заглядывать в 2025 год, у Газпрома уже все очень плохо. Строго говоря, они уже сейчас несут убытки. У них уже сегодня достаточно сильное падение прибыли. У них уже чистая прибыль отрицательная. Вместо того, чтобы приносить деньги в бюджет, газовый бизнес предприятия нуждается в дотациях. Газпром, так же, как и другие корпорации государственные, уже обратился к государству с просьбой субсидировать их. То есть компании, которые были созданы исключительно для того, чтобы пополнять бюджет доходом и кормить его прибыль, они теперь сами просят от него субсидирование, датирование. Вероятно, датировать это госпредприятие будут за счет прибыльных компаний. Но есть еще один вариант, который не исключают экономисты. Когда деньги для поддержки Газпрома заложат в тарифы на газ для населения. Ну а тут еще, конечно, будет у населения отниматься. Потому что там уже прописано, что Газпром должен заниматься газификацией. Потому что больше ему девать газ некуда. Значит, соответственно, он должен будет забирать деньги у населения. Поэтому мы видим, что, в общем, начинается повышение тарифов на газ. Так что, в конце концов, за убытки Газпром будет платить население России. Те, кто потребляет газ, а куда еще деться. А значит, за кровавые ошибки Путина в экономике снова заплатят россияне. При этом цивилизованному миру, украинскому народу в частности, деградация Газпрома лишь на пользу. Если нет Газпрома как ключевого источника доходов Путина, значит, у российского военного преступника меньше денег на войну против Украины.